Дизайн мышления Дизайн мышления На самом деле это стиль решения проблем, в первую очередь ориентированный именно на людей, то есть на самих людей. Дизайн мышления помогает не только решить глобальные проблемы, но еще создать огромный и успешный бизнес. А вообще вот, ну наверняка вы все слышали, что такое бизнес, да? По вашему мнению, что такое бизнес? Собственное предприятие Предприятие, дело, еще? Ну с чем связан бизнес? Деньги Да, идеи. На самом деле бизнес это больше, чем деньги. Бизнес это планирование, мысли, это общение, а также успешный результат. То есть то, что вы хотите сделать, в конце концов у вас получается успешным, то есть удачным. Итак, например, дизайн мышления используют в таких больших компаниях, как Apple, Google, а также Samsung. Я думаю, они уже добились своего успеха. Дизайн мышления состоит из пяти шагов. То есть первое это эмпатия. Эмпатия это общение с людьми. Вы просто общаетесь со своими друзьями и с помощью эмпатии вы определяете проблему в нашем обществе. То есть сами мыслите, от общения определяете проблему. Да, вторая степень это фокусировка. Какая именно проблема затрагивается в обществе? Вы прям думаете, я же типа think about it, we will talk. Дальше идеи. Вместе со своими друзьями вы брейнстормите. Ну вы знаете, что такое брейнсторм. То есть придумывайте разные идеи, даже самые сумасшедшие идеи, чтобы решить данную проблему. Четвертое это прототипирование. То есть без прототипа вы не сможете узнать, какие детали вы пропустили в своем бизнесе. Ну или в деле, в любом. Например, в групповой проект. И пятое это тестирование. Вы тестите свой прототип, то есть свой демо-бизнес с помощью тех людей, которые были на первой стадии. То есть это круговорот. Итак, а как же развить все эти качества? То есть как развить в себе дизайн мышления? Первое это мыслите критично. Думайте с разных перспектив. Например, как подумает этот человек, как подумает другой человек, как подумает животное, кошка, собака. Ну без разницы. Второе. Не бойтесь спорить с собой. То есть если вы спорите с самим собой, это не значит, что вы сумасшедший. Это значит, что вы просто думаете с разных перспектив. Ведь иногда даже вы можете ошибаться в своем мнении. Дальше будьте внимательны к каждым деталям в своем бизнесе. То есть в любом деле. Проверяйте себя. Проверяйте все щели в бизнесе. И это вам поможет очень сильно. Дальше я расскажу, как развить в себе внимательность. А также думайте шире. Не ограничивайте возможности своих мозгов. Даже думайте о невозможном, потому что нет ничего невозможного. А как же все это развить? Вот как развить внимательность? Больше играйте на внимательность. Давайте поиграем. Итак, игра называется «Сколько уток пролетело над озером?» Кто-нибудь слышал? Молчи. Итак, начнем играть. Это на логику и на внимательность. Сколько уток пролетело над озером? Нет, неправильно. Одна. Нет. Давайте еще. Сколько уток? Пятьдесят. Нет. Десять. Кто знает, молчите. Не говорите. Неправильно. Давайте варианты. Думайте. Повторите. Повторите. Больше не воздушных. Это слишком сложно. Давайте еще раз. Сколько уток пролетело? Ты просто хлопаешь в ладоши. Какие утки? Ну, ты близка. Ну, если вы немножко догадываетесь, то лучше молчать. Ну, мне лично сказать потом. Утки могут перебыть озера, нет? Давайте. Сколько? Нет. Еще раз. Сколько уток пролетело над озером? Сейчас зима и не могут летать. Сейчас. Ну, логично. Например, в другой стороне. На другой полночей. Давайте. Сколько уток пролетело над озером? Стало. Можно? Можно? Мы сначала летели через море, но потом пришел крокодил, съел их, и они не летят. Нет. Ну, ладно. Еще раз? Нет. Сколько? Две. Одна, правильно. Кто-нибудь догадался? Нет. Почему? Я в самом начале одна говорю. Может быть, это звуки пряканья? Нет. Давайте. Сколько уток? Одна. Одна с половиной. Ну, ты близка. Делай еще раз. Давайте. Сколько уток? Одна с половиной. Давайте. Сколько уток? Три. Нет. Три. Две с половиной. Две. Кто сказал две? Догадалась? Да. Давай. Давай. Ну, почему две? А, ну, четыре с половиной. Кого? А, нет, нет. Не прощай. На счет. А где уток ответ? Ответ сказать? Да. Короче, я сказала недавно, что это игра на внимательность. Хлопки здесь не при чем. Я говорю, сколько уток пролетело над озером, это пять уток. Сколько? Одна. Сколько уток? Две. Понятно, да? Сколько слов, столько уток. Поняли? Например, сколько уток пролетело над озером? Я хлопаю просто так. Пять. Да, пять уток, потому что пять слов ты сказала бы. Например, я говорю, сколько? Одна утка. Одна утка, да. Ну, еще раз, сколько уток? Две. Ну, да, две. Короче, это секрет был, никому не распространять, это только вам. Пять. Все, и все, что я хотела сказать, это мыслите, и мыслите практично, чтобы вас понимали, чтобы вы замечали все детали в ваших делах, например, в бизнесе или в чем-то еще, в проектах. Я вела в девятом классе дизайн мышления. У нас была команда, и мы сделали такой проект, как AsakStory. Возможно, кто-то из вас слышал. Сейчас мы ищем себе инвестора. Ну, мы делаем бизнес, то есть. И мыслите, думайте, говорите, и говорите на TEDx. Спасибо.